Сегодняшняя тема. Подготовлен проект постановления правительства о рецептурном отпуске кодинсодержащих препаратов с 1 мая, сказал он. Такая мера, как ожидается, поможет снизить число так называемых «дизаморфиновых наркоманов», которые используют кодеин как один из ингредиентов для приготовления этого вида наркотиков. Иванов привел данные, согласно которым объемы наркотиков, которые экстрагируют из лекарств, свободно продающихся в аптечной сети, выросли в 10 раз. Это кодинсодержащие препараты, из которых экстрагируют дизаморфин. Объемы уголовных дел выросли в 10-30 раз по этим наркотикам, сказал директор ФСКН. Практически все губернаторы обратились ко мне как к причедателю Государственного антинаркотического комитета с просьбой ввести рецептурный отпуск. Я считаю, что это оправдано. К кодинсодержащим препаратам, в частности, относится большинство обезболивающих, в том числе, пенталгинен, норафен плюс, седалгин, салпадеин, а также противокашливый препарат, кодилак. Источник, амидифистас.ру.